Приветствую вас на канале Спокойной Аналитики, меня зовут Борис Тизенгаузен. Итак, оказывается, Байден тайно дал указание поставить в Украину Атакамс, да еще и в феврале это сделал. Ну и в общем-то эти самые Атакамс уже поступили в Украину в начале этого месяца. Об этом пишет New York Times, Politico, об этом на брифинге сказал Джейк Салливан. Ну в общем подтвердили эту информацию. Как только об этом узнали россияне на российских пропагандистских шоу, началось форменное просто какое-то беснование, истерика началась. Скобеева выскочила, начала перечислять города, куда долетят Атакамс эти самые с дальностью 300 километров. То есть то, что все территории оккупированные они покрывают своими ударами, это точно. Но потом все спохватились, потому что в момент вот этого беснования этих сумасшедших плясок, в момент они вдруг поняли, что наверное надо что-то иное говорить. И начали говорить, ну конечно же, конечно же, несмотря на то, что эти Атакамс приехали в Украину, но мы их все уничтожим, мы их все найдем и как всегда это сделаем. Есть одна правда проблема, что Атакамс уже два раза успешно отработали по российским целям, уничтожили приличное количество российских дорогущих просто систем ПВО и С-400 Триумф и С-300. Вот тот удар под Джанкоем, это как раз они были. И еще один удар под Бердянском, С-300 была уничтожена, это тоже был удар этими ракетами. Ну в общем, россияне орут, что все найдут, все уничтожат, а Байден оказывается вот такой молодец, зря мы на него бочку катили, что нерешительный, хотя наверное может и не зря. То есть тянули все-таки полгода глобальный пакет помощи, пока ситуация на фронте настолько не ухудшилась, что надо все оперативно исправлять. Но в общем, но за это, за это спасибо. То есть я напомню, Украине когда-то давали 20 ракет на пробу, мы их очень успешно использовали. И вот зимой Байден принял решение, в 300 миллионный пакет помощи вошли эти ракеты и были доставлены тайно под покровом самой глубочайшей тайны в Украину. Почему тайны? Да потому что огромное количество шпионов активизировалось в Европе в том числе, Польши ловят регулярно, в Германии те, кто отсматривают, отслеживают, что там на склады поступают потом для отправки в Украину. Ну иногда и мне пишут, зачем вы говорите про это, ну потому что про это уже весь мир написал, про это уже сказал Салливан, про это уже обсудили, это уже обсудили на российских пропагандистских шоу, а наша задача не раскрывать тайны, но понимать почему и как все происходит. Так вот Байден принял это решение, ровно потому что Россия во-первых начала использовать баллистику северокорейскую, во-вторых начала бить снова по энергетическим объектам украинским, ну и в-третьих потому что основной пакет как-то не доезжал, то есть раньше Байден опасался дать нам эти ракеты. И тут что важно и что интересно, то есть с одной стороны мы Байдена конечно похвалим, а с другой стороны хочется сказать, что Байдену для поставок Атакамс не нужен был Конгресс, он самостоятельно, в одно как говорится лицо мог это сделать и сделал это в феврале. Да, доехали они только сейчас в апреле, но и плюс там разные модификации оказывается ракет, есть на 300, есть чуть поменьше, 165 как нам давали до этого. Ну в общем хорошая новость, россияне теперь готовьтесь, куда прилететь никто не знает, ну вооруженные силы Украины знают, но для россиян это будет сюрпризом. И в этом выпуске я вам еще хочу рассказать, что возобновила Украина удары по нефтегазовой инфраструктуре российской и про загадочные пожары, прям мистические пожары, которые случаются на составах с цистернами, что и как происходит, какое-то волшебство происходит, об этом тоже обо всем поговорим. Пока подпишитесь на этот канал, конечно же, если вы этого еще не сделали, если вы смотрите на моем канале, просто нажмите кнопочку подписаться, если на другом канале, такое тоже бывает, то вот здесь в описании обычно синими буквами пишет Тизенгаузен, вы нажимаете на эту надпись и потом жмете подписаться кнопочку. Итак, давайте разберем сначала с Атакамсом и закончим, а потом пойдем дальше. То есть вышел, во-первых, BBC подтвердила, Wall Street Journal, Politico, в общем все большие, крупные американские, да и не только европейские издания. На брифинге вышел Салливан и сказал, что по прямому указанию президента, то о чем я вам говорил, не нужен был Конгресс, вот подписали, ракеты прибыли в Украину, пожалуйста, пользуйтесь, как говорится. Но тут есть один важный момент. Хочется все-таки задать вопрос, то есть это нужно было дождаться поставок баллистики северокорейской, это нужно было дождаться уничтоженных ТЭЦ, ТЭС, которые в принципе к сезону некоторые просто восстановлены не будут. Ну ладно, тут Атакамсы может и не повлияли бы, но тут больше системы ПВО, но нужно было дождаться пока уже там до критического состояния некоторые моменты дойдут и потом вот нате вам, пожалуйста. А теперь скажите мне, может я чего-то не понимаю, а чего боялись? Ну вот реально, красные линии какие-то, если вы поставите Атакамс, то мы вообще там уничтожим, разнесем что-то там, мы будем угрожать Европу. Поставили Атакамс, ударили они по российским объектам, снесли системы ПВО. Что, где, кроме дополнительного плюс один поста Медведева, ну потому что там плюс один, у него вообще истерика там у Медведева, он реально, я представляю, как у него багровеет лицо постоянно, там особенно по пятницам, особенно по субботам, и он просто от выступлений, как так, вообще бросить Украину должны были. Вот-вот уже, хотели же Украину бросить, а нет, взяли, поставили ему. Ну, короче, Медведев, как всегда, в истерике, пишет про англо-франко-саксов, сакса-саксов, там про кого-то еще, но он каждый раз тренируется в этом своем словоблудии. А ракеты уже здесь. Ну и британцы, кстати, считают немножечко иначе. То есть, кстати, Вашингтон, это по словам Салливана, здесь очень четко все, Вашингтон предложил, Украина предоставил Киеву атакам с большой дальности для ударов по оккупированной территории. То есть, для работы по территории собственной, ни в коем случае не по территории российской. А британцы, то, что я говорил, считают немножечко иначе и правильно делают. Вот британцы, как и французы, в последнее время радуют своими заявлениями. Новый приток западной помощи направлен на то, чтобы Украина смогла усилить дальние атаки внутри России. Об этом заявил глава британских вооруженных сил Тони Радакин. Ну, судя по всему, Тони Радакин, это где-то корни наши все-таки, Радакин Тони, Антоний. Да, в интервью Financial Times он это сделал, то есть, подчеркнул, дальние атаки внутри России. Всем уже давно стало понятно, что боль России настоящая начинается на территории Российской Федерации. Именно там вожделенные, нетронутые, огромные НПЗ стоят. Заводы по переработке удобрений, ГОКи различные, металлургические комбинаты, нефтегазовые вот эти разводки всякие. Огромные порты с установками, которые починить будет потом сложно, такие как в Усть-Луге, например. То есть, там все это сосредоточено, и все там оно не ждет ударов. По крайней мере, мощных ударов, ракетных ударов не ждет по себе. Поэтому, друзья, я думаю, что пора, так же как с Атакамсами, красная линия пересечена, и что дальше, и ничего. Вот, кстати, тревога, я записываю это в 13.52, у нас, по-моему, третья тревога за сегодня. Но ничего. Так вот, молодцы британцы, и за это им огромный респект, что именно так они формулируют, что дальнейшие успехи должны быть именно с помощью атак внутри Российской Федерации. Сюда же и рейды, которые предпринимают российские добровольцы, воюющие за Украину. РДК, Легион Свободная Россия, Сибирский батальон и так далее. Это тоже сюда. И пока сейчас мы перейдем к моей любимой на сегодня новости, возобновлению ударов по нефтегазовым объектам. А пока я вам хочу сказать, что если вам вдруг понравилось, если вам нравится этот канал и нравится эта аналитика, вы всегда можете поддержать этот канал. Сделать это очень просто. Вот здесь в уголочке есть QR-код, вы его можете отсканировать телефоном. Но если вы смотрите с телефона или с планшета, еще проще способ есть. В первом комментарии под этим видео есть ссылка. Вы на нее нажимаете и в появившемся окошке можете выбрать абсолютно любую сумму доната на поддержку канала. За что команда, которая над каналом работает и я лично, мы вам всегда за это признательны. Итак, переходим к любимой моей новости. Вчера, как вы знаете, были атакованы две нефтебазы в Смоленской области. И конкретно эти нефтебазы возле поселков Талашкино и Ярцево. Ну, вам это может ничего не скажет, но это Смоленская область. Довольно, то есть я не сказал бы, что они какие-то очень крупные, но это после длительного периода атака по нефтебазам произошла. Суммарно там хранилось 26 тысяч кубических метров горюче-смазочных материалов и топлива. Ну, то есть на каждой где-то по 40, по 30-40 больших средних емкостей таких огромных. Знаете, бывают такие. Значит, в чем примечательна атака эта? Я уточню, это не по нефтеперерабатывающим заводам атака была, а именно по нефтебазам. То есть по НПЗ пока после длительного периода мы не били еще. А вот эти нефтебазы, они примечательны тем, что именно они являются перевалочными пунктами из Беларуси в Россию. То есть от картофельного, значит, нашего друга к Путину. Мозорский НПЗ, да и там ряд других НПЗ вовсю работают, потому что российские уже не совсем справляются. Перерабатывают, россияне, российскую нефть перерабатывают в топливо, в дизель, в бензин, в керосин и отправляют в Россию. И вот на этих перевалочных базах они, собственно, загружаются там где-то нефтью, везут к себе, а здесь выгружают топливо и горюче-смазочные материалы. Так вот, это Лукашенковские перевалочные базы на территории Смоленской области. В них влупили очень хорошо. На тех кадрах, которые я видел, нефтебаза атакована была с трех сторон. И вот это вот пламя, которое из пробитых емкостей, оно двигалось к середине, поэтому там одна нефтебаза практически полностью выгорела. Это прекрасно было, красиво, все бегали, все суетились, значит, хороший, красивый фейерверк был. Но Лукашенко уже второй раз предупредили. Вот сначала ударили по одной перевалке, это было несколько дней назад, и сейчас ударили сразу по двум. Предупредили, не надо больше так делать. Ну, то есть, пока бьем по продукции, которую ты Путину поставляешь. А ударить по Мозорскому не ударить, тут, конечно, вопрос риторический, потому что это будет, наверное, может быть, неоднозначно расценено нашими партнерами. Хотя я считаю, что НПЗ, которое Путину для танков клепает топливо, является абсолютно законной целью. Так же, как законной целью являлся самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который на белорусском аэродроме был уничтожен неизвестным дроном. Ну, в общем, прилеты были, красиво. Лукашенко привет передали. Я вот тут глянул карту специально по российским НПЗ, по российским нефтебазам, где они находятся, все тут рядышком, недалеко. То есть, вот Россия никогда не думала, что будет воевать с Украиной в режиме ответного огня. То есть, я думаю, Россия думала, что будет какие-то блицкрик, там, как Путин любит, быстренько там прокатились на танках, парад и так далее. Но вот когда такая война, передвинуть инфраструктуру нефтегазовой отрасли абсолютно невозможно. Просто никоим образом. Переместить эти трубопроводы, газопроводы, нефтепроводы невозможно. Порты переместить, как вы понимаете, с Черного моря невозможно. Все эти Новороссийские, Темрюки и прочие Анапы, все на месте останется. И Украина разрабатывает несколько видов вооружений, способных в ближайшее время уже как раз поражать. Не так, как беспилотник. Тоже беспилотник неплохо, конечно. Но если нужно серьезное поражение, то здесь нужны ракеты. И вот у Украины есть подобные разработки. Пока, я думаю, ждем официальной информации. Но кое-что, наверное, вы уже об этом слышали. Не будем конкретизировать. В общем, вот такие на сегодня новости. Как-то они прям очень даже позитивно все получились. А в общем-то, я надеюсь, что так будет и дальше. Поэтому, если вдруг не подписались еще на этот канал, самое время это сделать. Подпишитесь. И ждем новых тайных сюрпризов. Вот такие сюрпризы нам нравятся. Чтобы мы Байдена ай-яй-яй, а он, оказывается, уже давно все отправил в Украину. Ну, не очень давно, но и на том, как говорится, спасибо. Берегите себя, берегите своих близких. Спокойного нам всем дня, несмотря на третью тревогу уже. И слава Украине! Субтитры сделал DimaTorzok